привет мои милые дорогие друзья я не думал что придется делать обращение по этому поводу видео зверь на дня но ну вынуждают уже просто я просто не предполагал что люди истки наивные какие то что вот так вот просто их развести обвести вокруг вокруг пальца дело касается моего канала у меня один канал вы сейчас на нем этот канал верифицирован что такое верификация это такая вот такая галочка там вот на нее наводишь что написано подтверждено это значит что это канал на самом деле вот этой публичной личности это мой канал на у меня twitter верифицирован у меня нет другого твиттера у меня facebook верифицирован у меня нет другого фейсбука меня вконтакте верифицирован все остальное от лукавого меня нет в одноклассниках меня нет нигде я не создаю группы эй правда от анатолия шария или там новости анатолия шария нет такого нет мне не нужны каналы с 50 просмотрами видео мне нужны каналы с 30 подписчиками нет у меня запасной канал верифицированный да он работал два месяца на нем миллионы просмотров и там что было изначально было 150 тысяч подписчиков я не создаю другие каналы это не мои каналы вы видите шея эти каналы регулярно блокируются постоянно блокируются 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 но у меня просто времени бы не было помощников у меня нет чтобы ходить блокировать и чтобы банить я не люблю банить людей но я бы мне пришлось уже потому что в личке каждое второе сообщение анатолий это ваш канал да это мой канал мне осточертели эти миллионные просмотры да нафиг тфу на них я захотел открыть себе канал который будет смотреть три коллеги да друзья мои это мой канал второй вопрос я не собираюсь отвечать всем тем кто делает выпады в мой адрес намеренно и ненамеренно привлекая на фамилию шари завлекая людей я не буду этого делать я это сказал в прошлый раз сказал четко сказал внятно написал несколько раз я не буду давать ответы я дал один ответ по моему хватило вот так вот и конечно же люди будут продолжать разоблачать шария прекрасно пусть эти люди считают что я сразу априори проиграл я не буду давать ответы хотя ну конечно же да не то что зацепиться но когда вам показывают что доход россии составляет 50 процентов от нефти и газа потом показывают норвегию говорят смотрите а в норвегии меньше и показывают четко пропечатанный доход от продажи нефти а в норвегии еще газ есть не в курсе когда вам рассказывают о том что шари сказал что там падение ввп россии не самое большое шари такого не говорил шри просто показал что есть множество экономик с очень мощным падением если у россии составляет там триллион то вот у этих составляет 800 миллиардов этих 700 миллиарда нормально это бывает вот шри не говорил что в россии прекрасная жизнь вообще никогда этого не говори когда вам рассказывают про то что японские атомные электростанции послужили причиной рецессии а рецессии этих было но откройте же вы же не обязаны просто всему верить вы же можете что-то открывать да вы можете открыть и посмотреть что было 10 рецессий только за последнее время в японии это все с электростанциями связано вот вы понимаете в чем дело отвечать на такое постоянно отвечать на такое это надо быть долбанутым когда говорят что сайт там какой-то там с которого я взял информацию пропагандистский но можно же просто присмотреться и увидеть что таблица вставлена на этот сайт взята с сайта оон можно пойти на сайт оон если уже не веришь и перепроверить но это же просто но отвечать вот на такое постоянно отвечать это втягиваться в череду чужого самопиара я этого делать без сомнения не буду я сразу предупредил я не вчерашний я прекрасно знаю для чего это делается и заниматься таким дебилоидным бредами я не стану потому что завтра десять человек прибегут поэтому люди которые вот с этим постоянно обращаться ответь ответь они тоже будут улетать банки детский сад какой-то вот я понимаю на самом деле вот и на 80 процентов это есть детский сад потому что они увидят что ты потом бегут акела промахнулся и начинают мне личку засрать я уже в контакте к сожалению своему огромному уже мало что вообще там нахожу полезного знаете в контакте в личке раньше там бывали интересные вещи в общем извините за такое вступление но тут же все свои потому что блок о чем хочу на теперь что я хочу показать во первых некоторые вещи меня откровенно потрясли знаете в новостях співробитника укрбюро интерполу та европолу подозрюють у викраденні люди не заради грошей он выкрал человека сотрудник интерпола украинского выкрал человека як розказали в столичной прокуратуре 26 речный посадовец мав спильника они разом вывезли людину в лес чоловека надягли кайданки и почали биты ну и вымогали в итоге получили 100 тысяч гривен что такое 100 тысяч гривен это 4 тысячи долларов ну по богатому богатое богатое похищение сотрудник интерпол вот это вот меня просто потрясло там еще была новость сбу они усилили меры безопасности в киеве с собаками теперь метро ходят наверно собака ищет киллеров амины акуевой вот я не понял для чего они это сделали типа там теракты какие-то шмыракты но интересное сбой читала что задержали гражданина россии не было граната и бутылки с коктейлями молотова ушел наверно верховную раду забрасывать ими хочу рассказать по поводу высказываний в адрес это слова министра иностранных дел польши пана володимире скажите будь ласка от як расценивать заяву а польского министра и все ж таки там йдеться про можливість оголосити персонами нонград у польщи осіб с антипольскими поглядами кто ци люди проеки говорить министр закордонных справ за якими ознаками як вы гадаете якщо раптом це дійсно официйна позиция будуть идентифікувати таких людей министр иностранных дел польши сказал что они запретят въезд в польшу украинцам у которых антипольские там антипольские какие-то взгляды и здесь что хочу сказать польша не впервые делает такого рода заявление несколько месяцев назад три-четыре месяца назад опять-таки министр польский министр сказал что с бандеры вы в европу не пойдете бандеры в европу не вйдете ми не будем повторювати помилок 90-х роков коли были певні проблемы в стосунках знематчина и латвою но тогда эти заявления проигнорированы были и тогда комментарии раздавали же типа это не дружественное заявление и что что это не дружественное заявление и не своевременное это заявление вот вовремя надо надо в конце октября можно делать заявление о том что с бандерой не пойдете а в начале июля не не стоит короче сейчас этот министр делать очередное заявление и говорит о том что людей с антипольскими взглядами в польшу пускать вполне возможно что скоро не будут да и вот как это звучит первоисточники даже для тех кто не разумеет по-польски здесь все понятно а вот внизу смотрите дивизия сс галичина сс галичина это вполне понятно правда но они спрашивают у у ветровича что что типа что за заявление а ветрович и отвечает но по министр же отчетку назвал знаки своими интервью у нас тихо знака люди и кино сеть форму сс уже дивного знака ага пан министр сказал что это люди которые носят форму сс не дружище он сказал сс галичина а ветрович понимая что планктон будет смотреть его его комментарии говорит сс а откуда он это взял да из российской же пропаганды потому что он наверно пересмотрел российское втв и думает что в киеве ходят форме сс ха придурок форму сс дужи дивного знака мажда у пан министр на то передавився российских телебачения являясь ли шубки его ходят люди в формах сс мне рассказывали что и по киеву ходят а вот по львову ходят так сто процентов или чё там не мне кажется наверное давайте рассмотрим форму их то не показалось точно показалось ну вот парень объясняет камуфляж и кавер на каску ранний камуфляж а интересно почему они ходят в эсэсовской форме ну разве ж у нас же приняли закон закон то приняли но вот не очень символика сс галичина не запрещена знаки отличия дивизии воевавший составе войск нацистской германии не попала под действие закона запрете пропаганды коммунизма и нацизма почему так вышла вы такой ответ на запрос сми дал институт национальной памяти который возглавляет владимир ветрович о документе говорится что символика войск сс галичина не входит в перечень запрещенных и не является нацистской ну не нацистская значни нацистская вятровичу лучше видно вятрович почетный шаман вятрович знаете он тут шамане шамане там что-то рассказывают как смотреть на то и но вы знаете красный а может это и не красная немножко так более к серому да ну нашаманил в общем он уже что наши отношения с польшей становится мягко говоря напряженными другого наоборот серьезнейший ознак а он говорит что за ворону везда в польшу может впадать в том числе и посадовые особи які стоять на заваде спробам вшанувания памяти загибных поляков на украинской территории проблема хуже уже для вятровича потому что могут попасть в этот черный список еще и чиновники которые мешают установлению памятников в память о погибших поляках единое что вымагают такого рода посадовые особи среди таких я уважаю я это дотримание украинского законодавства на жаль на то что мы бачим с польского боку это небажание выращивать эту проблему яка не я насправде аж такой глобальной и нездоланной ну да конечно вятрович усмотрел в этом себя тут фишка в чем фишка в том что на территории польши на самом деле разрушаются украинские памятники а на территории украины разрушены было там четыре по моему памятники то не разрушена полностью вот четыре памятника они восстановлены за деньги украинского бюджета вроде бы как вятрович прав украинский суд национальной памяти оголосил про призупинение легализации польских незаконных памятников на украинской территории и оголосил про призупинение дозволов на пошук похований польских остановили приостановили разрешение на поиск захоронений поляков да в отместку типа за то что на территории польши разрушаются памятники теперь давайте подумаем на территории польши разрушаются просто вот разрушаются памятники украинцам до погибшим умершим там я не знаю не очень на территории польши разрушаются памятники героям упа на территории польши разрушаются памятники упа я не припоминаю такого памятника на самом деле на территории украины который был посвящен борцам с с украинцами, к примеру, да, потому что УПА сражалась с поляками, и мне вообще странно, что они долго стояли на территории Польши, эти памятники, поэтому сравнивать, что было разрушено на территории Украины, да, что за памятники были, погибшим полякам, полякам, которых убили, мирному населению, которые убили, можно вспомнить Гуту Пенятскую, да, можно вспомнить ряд других памятников, кстати, в Гуте Пенятской, там был разрушен этот памятник в итоге, памятник погибшим мирным жителям, поэтому сравнивать это как-то нельзя, Авиатрович сравнивает, и я думаю, вот он же намеренно просто манипулирует, он же намеренно создает такие ситуации, при которых поляки начинают откровенно злиться, короче, запомните этот твит, знаете, я не удивлюсь, если когда-нибудь рассекретят документы, может я уже, старичелой буду, конечно, но мне кажется, что когда-нибудь рассекретят документы, там будет написано, полковник ФСБ Вятрович, награждается очередной звездой, да, вот так вот, вот такое вот мое размышление, по украинско-польским отношениям, потом просто когда спросят со временем, да, а кто же так разрушил эти отношения, так вы задумайтесь, кто их разрушил, пока. Субтитры создавал DimaTorzok